Детская еда Здравствуйте, Луиза Васильевна. Ну, как всегда, когда речь о еде, у нас яблоку негде упасть. Все как бы в этом разбираются. Именно поэтому мы начнем с того, что выясним, что думают о полезной и неполезной еде наши многоопытные эксперты. Полезная еда – это чеснок, лук. Они выходят из организма разные, как селедка. Рыба полезна, чтобы кости укреплять. Еще рыба полезна для роста и для мозга еще. Когда ты глупый, то если съешь ее, то станешь сразу умным. Есть такое мясо, которое помогает детям расти. Это, например, жареное мясо на сковородке. От печеночки хорошо, хорошая кровь. А от гречки крепкий иммунитет. Морковка дает скорость. А вот все же скорость, все, все, все обгоняешь. Да, как торпеда можно побежаться. Есть вредная еда – соль. Нельзя пересолять еду. Потому что тогда камни в животе заведутся. Нельзя жирного, жареного, кровярного, вареного. Это только дедушка кушает мой. Что кушает? Жир. А как он его кушает? Вот так, амбошкой. Самое-самое полезное – это каша. А знаете, какую я обожаю? Манну. Ох, ужасно полезное. Причем, вы знаете, вот наши эксперты, они, в общем-то, комментировали в рамках вот того, что ожидают услышать наши мамы и папы, но завесу тайны не приоткрыли. Заметьте так. Есть такое мясо, есть такая рыба, а какая мы вам сейчас не скажем. То есть все мамы думают, что как бы детских врачей в мединститутах много лет учат неким тайным знанием, что, дескать, есть такое мясо, ты его по секрету скажешь, тем не менее все ходят к детским врачам и говорят, ну скажите в конце концов, какое мясо самое полезное? Мы его достанем, правда? То есть все готовы на все, лишь бы достать самую полезную еду. И для этого идут на прием к детским врачам. Да, вот у вас была Ирина Новак. Давайте посмотрим. В семье актрисы Ирины Новак культ здорового образа жизни, одной из составляющих которого является здоровая еда. Ничего жареного, жирного, свеженькая, напорубосненькая, йом-йом-йом-йом-йом-йом. Тем не менее, некоторыми сомнениями, которые терзают Ирину, она решила поделиться с доктором Комаровским. Несмотря на то, что мы достаточно здоровый образ жизни ведем, мой ребенок не ест некоторые продукты. И вот мне интересно, например, Мелисса не любит есть свеклу, капусту в борще. То есть вот брюссельскую капусту брокколи она любит, но когда дают там в детском садике борщ, она говорит, что она не ест этих продуктов. И вот есть ли в этом проблема? Потому что свекла заменима она или нет? Или в этом возрасте это еще можно... Я не люблю борщ. Не любишь борщ. Ну, об этом мы говорим. Имеет человек право не любить борщ? Да. Однозначно. Сыр не любит. Хорошо. Вот кефира много пьет, может пол-литра выпить, может съесть 500 грамм рыбы, там дорадо или семги, неважно. Но вот какие-то такие вещи, вот наотрез. И я переживаю, нормально ли это, что ребенок выпивает 500 грамм кефира, например, целый день, и на пьет, вот ничего не хочу есть. Дай мне печенье детское, да, какой-то там крекер, и кефир. И так ребенок проводит день, и ничего не хочет есть. А потом наоборот, она там съест 500 грамм рыбы, берет себе капусточки из пароварочки, и говорит, что мама, я сыта. Когда вы произвете слово там свекла, и берете любой там другой какой-нибудь корнеплод, например, морковь, картошка, и я вам задам вопрос, как вы думаете, что такое вот нереально полезное есть в свекле, чего однозначно нет в моркови, луке, картошке? Кто его знает? На самом деле разнообразие – это не яблоко, груша, слива, перси. Разнообразие – это мясо, молочное, овощи, фрукты, крупы. Вот есть пять компонентов. Разнообразие – это пять компонентов в питании. Мы едим что-нибудь молочное? Едим. Кефир. Сметану мы очень любим. Замечательно. То есть молочное мы, оказывается, едим. Какие овощи вы едите? Брюссельскую капусту. Вы картофель едите? Картофель едим. Но я стараюсь не так часто. Главное – в питании, в рационе овощи присутствуют. Да, конечно. Фрукты есть? Есть. Яблоки мы очень любим. Манго любим. Мне не важно, на самом деле. Вот я хочу, чтобы вы тут же сразу уловили. Мне не важно, любите вы яблоко, грушу и манго или только яблоко. Вы получаете фрукты? Да. Получаете. Овощи получаете. Мясо, рыба есть в вашем питании? Да, обязательно. Смотрите, мы хлебушек, печенье есть. Крупы получаем? Получаем. Овощи, фрукты, мясное, молочное. Все. У вас абсолютно разнообразное питание. Другой вопрос в том, что да, когда, оказывается, есть дети, которые едят суп, борщ, харчо, рассольник, бульон, а ваш только суп, то хочется прямо наложить на себя руки. Потому что они как бы умные и разнообразные, а мы несчастные на одном супе. Понимаете? Ведь разнообразное питание всегда было и есть атрибутом благополучия. Чем больше продуктов мы можем себе позволить, тем наша семья успешнее, тем наши дети любимее и здоровее. Это с незапамятных в ребенок так, да? Ну, знаете, как ни странно, мой ребенок действительно любит только суп. Главное, почему мы не можем сформировать у ребенка вот одно из правил того, что ты имеешь право на предпочтение в еде, но надо сделать так, чтобы твои предпочтения не отражались на близких тебе людях. Понимаете? То есть я к чему это говорю? Надо создавать ребенку всегда или провоцировать эту иллюзию выбора. Вот понимаете? Вы знаете ответ. Ну, давайте спросим, Элис, ты сегодня будешь суп или борщ? Ты сегодня будешь яблоко или груш? Ты сегодня будешь сливу или апельсин? И нам так приятно будет всем в семье, что мы едем то, что мы хотим. Это очень важно. Да, у меня есть много сейчас знакомых, у которых вот детки плюс-минус нашего возраста и знают, что мы достаточно здоровый образ жизни ведем, и что ребенок, слава Богу, у нас хорошо себя чувствует. И мне как-то ночью позвонила моя подруга, говорит, Ир, скажи мне, это нормально, что вот моя дочь, ей полтора года, она любит есть борщ, тут же она ест варенье, ложку варенья и запивает это все соком. Это полезно. И у нее ребенок такой, знаете, раза в три больше моей. Вот это когда уже от косточек вот такие вот прямо надувные шарики у ребенка. Вот, говорит, я бы ей не давала это варенье к борщу, но она же устраивает скандал. Вот что мы можем, что я могу своим подругам сказать? А вы знаете, на самом деле, особенность детенышей всех млекопитающих состоит в том, что, во-первых, они копируют поведение млекопитающих, которые старше. Это раз. Во-вторых, то, что все млекопитающие в определенном возрасте самостоятельно нежизнеспособны. Они не могут добывать еду сами, да? Поэтому их кормят кто? Ну, взрослые члены стаи, да? И взрослые члены стаи вот именно в таком возрасте до полутора, до двух лет моделируют фактически то, как ребенок будет питаться в течение жизни. Я не могу себе представить ситуацию, при которой полуторалетний ребенок съел борща, потом пошел к шкафу, открыл его, достал оттуда банку варенья и начал все это есть, закусывая куском хлеба. Сначала этому ребенку рассказали о том, что есть варенье, засунули в него это варенье, потом тут же дали борщ или наоборот, и потом стали удивляться, ничего себе, он это вместе ест, а давайте еще попробуем ему после этого дать еще кефира. Интересно, укакается он после этого или не укакается, понимаете? Это же эксперименты, они же заложены в нас генетически. Поэтому мама не может понять, что на самом деле есть вообще продукты, которых в природе не существует. Ну вот один из таких продуктов, вокруг которого сейчас там убиваются чуть ли не специалисты всего мира, это рафинированный сахар. Ну чтобы получить сладости в большом количестве, человеку надо было сожрать 5 килограмм яблок, условно говоря, чтобы получить определенное количество сахаров. Сейчас он может получить концентрированный рафинированный сахар очень легко. Хотя наш организм не готов к такому количеству. Мы прекрасно понимаем, что, и мы об этом рассказывали, что когда он съел сахар, то ему надо тут же потратить эту энергию. Когда у ребенка шило в заднице, и вы сегодня идете, условно говоря, в лес за грибами, и вы перед этим съели чай с вареньем, пусть пол-литра вы варенья съели, но он за день беготни по лесу всю эту энергию потратит. Но если он вечером поел борща, потом заел это вареньем и лег спать, то куда эта энергия от варенья пойдет? Она пойдет в жировую ткань. Я уже не говорю о том, что мы формируем у ребенка привычку есть на ночь сладкое, а потом, когда будет вот такая попа и куча слез перед зеркалом, потому что все худые, а я такая, это же трагедия. И поэтому модель правильного и неправильного питания закладывают в детей. Кто? Мама и папа. Евгений Олегович, еще вот такая возможность у вас все поспрашивать. Вот вопрос относительно соков свежеприготовленных. Полезно ли это ребенку и следует ли добавлять туда воду, чтобы концентрации кислоты был меньше? Вы знаете, я вам честно скажу, мое отношение к сокам в принципе достаточно скептическое. Почему? Да потому что вот та самая клетчатка в яблоке, она сплошь и рядом нашим детям намного нужнее, чем жидкость. Поэтому если вашим детям не нравится грызть там яблоки, дайте им фруктовое пюре. А если это уже сок, то пусть он будет с мякотью, достаточно густой. Поэтому мой совет, не увлекайтесь соками в детском питании. Опять-таки соки это очень вкусно, детям все это нравится. Но у нас там тема там запоров, тема неадекватной работы кишечника одна из самых острых проблем цивилизации. Потому что дети питаются термически обработанной, очень часто перекрученной, переваренной едой. У них с этим связано то, что кишечник не может адекватно работать. Одним из способов решения проблемы этой являются фрукты. Натуральные фрукты в достаточно большом количестве, которые позволяют очистить кишечник, дать организму вот эту клетчатку, заставить ребенка жевать и так далее. Поэтому, ребят, хотите дать сок? Дайте яблоко. Не хочет грызть яблоко или маленький еще? Потрите его на терочке. Приучите ребенка к этому. Хотите сок? Пусть это будет густой сок. Спасибо, это великолепно. Доктор, подскажите, что на сегодняшний день является питаться правильно? Ведь не каждый может себе позволить в наших условиях есть свежую рыбу, черную икру и другие продукты. На самом деле в вашем вопросе заложено наше отношение к тому, что такое полезная еда. Самая полезная еда должна быть по-нашенски дорогой. Ее надо без этого достать. Ну и папе надо долго и тяжело трудиться, чтобы добыть кусок черной икры, потому что без нее жизнь, в общем-то, теряет смысл. На самом деле понятие во всем мире полезная еда вовсе не предусматривает использование каких-то дорогих или дефицитных продуктов. Более того, сплошь и рядом, когда мы платим за некий продукт деньги, то на самом деле было бы намного полезнее, если бы мы заплатили меньше. Но вот есть вообще в мировой диетологии такое понятие, как пищевая тарелка. Вот давайте эту тарелку нарисуем. Вот представьте себе, вот тарелочка. И вот то, что человек ест, понятно, что речь идет о человеке, который вышел из периода молекопитания. То есть основная масса присутствующих. Так вот, то, что мы едим в течение суток, должно быть разделено на четыре части. 25% это будут овощи, 25% фрукты, еще 25% зерно, или зерновые продукты, да? И последнее, это белковые продукты. Что такое белковые, да? Понятно, например, молочная, мясная, рыба, бобы, бобовые. Это те растительные продукты, где огромное количество белка. Так вот, оказывается, что вот в этой тарелке нет кусочка, где лежит черная икра. Она там, вот среди белков, да? И на самом деле, полезная еда предусматривает вот такие пропорции. Трудно питаться чем-то одним и сделать такую еду полезной. Но в рамках этих пропорций мы можем и дальше говорить о пользе или вреде определенных продуктов. Ваши вопросы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Я так понимаю, что прививать правильную пищу – задача родителей. Но насколько вредно? Вот все фастфуды, столько соблазнов, особенно эти чипсы, сухарики, и дети видят это все, что предлагается, рекламируется, и вывод то, что очень вкусно и полезно. Давайте начнем с самого начала. Как человек, родившийся, только родившийся, понимает, что такое еда? Как он отличает еду от всего остального? Для этого Боженька дал ему две вещи. Дал на языке рецепторы, то есть определенные чувствительные клетки. И для этих чувствительных клеток есть такое понятие, как сладость, сладкий вкус. И все, к чему может прикоснуться язык новорожденного, сладкого вкуса не имеет. Сладкое только одно – материнское молоко. Поэтому во всех нас, с нашего рождения, с нашего появления на свет, эволюции или Боженькой, заложен инстинкт. Инстинкт – сладкое – это жизнь. Понятно? Другой вопрос в том, что этот инстинкт теряет свою значимость после окончания периода млекопитания. Но теоретически, как только мы встречаемся со сладким, наши мозги уже не имеют никаких тормозов. Мы это хотим, хотим, хотим и хотим. То есть это можно объяснить. Кроме этого, оказывается, наши рецепторы способны анализировать вкус. Вкус. Он не обязательно сладкий. И существуют особые вещества, специфическим образом раздражающие рецепторы. И эти вещества получили название усилители вкуса. И какой вы не возьмете фастфуд, какой вы не возьмете пакетик с чипсами или с чем-нибудь, там обязательно будет написано усилитель вкуса. Поэтому вещь, может быть, совершенно неполезная, воспринимается человеком как очень вкусная. То есть вкусная и полезная – это, как мы понимаем прекрасно, не всегда одно и то же. Нет, на самом деле есть куча полезного и вкусного одновременно. Но в конце концов яблоко – это и вкусно, и полезно, с учетом вот этой тарелки нашей. Поэтому вопрос главный. Родители являются для детей примером во всем. Боженька или эволюция, неважно кто. Но в детенышей всех животных на земле заложена инстинктивная способность подражать поведению родителей. Простите, пожалуйста, но если папа пришел с работы и сел с чипсами и пивом перед телевизором, то мы можем с вами тут говорить о полезной еде сколько угодно. Понимаете? И если папа привык там с мамой посещать предприятия быстрого питания, если это нравится вам, то как это может не нравиться вашим детям? Инстинкт заставляет их копировать ваше поведение. Поэтому вы просто, вот вы должны понимать, что моделируя ваше поведение, вы фактически закладываете привычки ваших детей и то, каким будет их здоровье. научится он сейчас есть, не контролируя, что он ест и сколько. Значит, вашего ребенка ждут проблемы с весом, ожирение, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И другие страсти. Поэтому заложим в детей способность понимать, что такое полезная и неполезная еда. Заложим в фундамент их будущего счастья. Слава Ильича Васильевича. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот экзотические фрукты и овощи, они полезны нашим детям, так же, как и тем, там, где их выращивать? На самом деле мы же прекрасно понимаем, что мало кто из наших предков, из наших предков регулярно питался авокадо или мангом, да? Поэтому, допустим, среди нас не очень много людей, которые знают, что нам ожидать от этих продуктов. И маловероятно, что у вас в организме есть достаточное количество ферментов, которые способны правильно эти продукты усвоить. То есть, когда мы знаем, что все ваши предки ели яблоки и нормально их ели, то мы можем фактически гарантировать, что ваш ребенок тоже будет их есть без проблем. Не все ваши предки ели авокадо, поэтому я не могу прогнозировать, что будет с детенышем. Мы можем попробовать, но мы должны быть какими? Осторожными. Не проводить эти эксперименты раньше, чем в возрасте год-полтора, например, да? И внимательно наблюдать, использовать небольшие количества. Поэтому, если папа добыл где-то папайю, да, то не надо запихивать у ребенка 200 грамм папайи. Давайте дадим пол чайной ложечки и посмотрим, чем это кончится. Кончится хорошо, в следующий раз, дадим одну ложечку. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Олегович, у нас ребенок, в общем-то, ест с удовольствием все, что дают, но больше всего ее интересует то, что на тарелке у родителей. Хотя мы тоже стараемся кушать здоровую пищу, но некоторые продукты вроде грибов, шоколада присутствуют. Есть ли какие-то продукты, которые категорически нельзя детям и до какого возраста? Помните, фраза ребенка очень интересует то, что в тарелке у родителей. Собственно говоря, является прекрасной иллюстрацией того, о чем я только что сказал. В ребенка заложен инстинкт копировать то, что делают мама и папа. Естественно, мы прекрасно понимаем, что мы должны детей контролировать. В ребенка, опять-таки, также заложен инстинкт подчинения воле родителей. Понимаете? И мы должны вот четко понимать, что на определенном этапе мы несем определенную ответственность. И прямой ответ на ваш вопрос. Понятно же, что почки детей, почка, детская почка, она плохо справляется с высокой концентрацией белка и с высокой концентрацией соли. Поэтому, конечно, специально интенсивно солить или давать соленые продукты детям не надо. Это не полезно. Нет, солить детские продукты надо. Но это должно быть небольшое количество. Но если вкус соли чувствуется, это неправильно совершенно. Это раз, например. Опять-таки, высокая концентрация белка. Ну вот возьмем кефир. В нем много белка. Но если вы съедите 200 грамм кефира, ничего страшного не будет. А если вы будете выпивать литр кефира в день, это неправильно. Поэтому что бы я все-таки попросил? Никаких экзотических продуктов. Ничего очень острого. Вот. Очень кислого. горького, соответственно, да. Очень важно для детей польза или вред даже не в том, что внутри продукта, а какой он консистенции. Вы прекрасно поняли, что, например, тот детеныш, который я вижу у вас на руках, да, может поперхнуться, если откусит слишком большой кусток. Поэтому тут надо учитывать и это, да. С какого возраста шоколад все-таки можно? Заметьте, нужно ли шоколад? Вопрос. Вот первый вопрос главный. Нужно ли шоколад? Не нужно. Ну в нем нет никакой особой пользы. Но это источник получения удовольствия, да. Но мы же не готовы лишать ребенка всех удовольствий на этом белом свете, да. Поэтому для начала мы будем использовать, во-первых, молочный шоколад, да, в небольших количествах. Начнем не раньше двух-трех лет. Все-таки, да. И будем постепенно, анализируя его привычки, какой ему больше понравится, менять количество шоколада, увеличивать, возможно, концентрацию какао. Но, наверное, все-таки, если ребенок будет есть молочный шоколад в умеренных количествах, да по праздникам, да не будет иметь лишнего размера попы, то будет совсем это и не вредно. У меня такой вопрос. Как лучше готовить творог? Творог через сухие бактерии, через йогурт, либо через молоко и кефир, либо купить домашний творог из цельного молока? Мое мнение совершенно однозначно, оно фиксировано на меня, это мое мнение. Женщина тоже человек. Все, что позволяет женщине уйти из кухни, является более полезным для семьи. Если в то время, пока вы проводите на кухне, приготовливая некий творог, вы побегаете с ребенком на улице, это ему будет намного полезнее. Поэтому купите творог, а освободившееся время гуляйте на свежем воздухе. Спасибо большое. И второй вопрос по поводу орехов. Полезно, не полезно, можно, нельзя. С какого возраста и в каком виде? Какой именно орех? Главное, орехи имеют достаточно высокое содержание белка. Орехи могут быть источником аллергических реакций, поэтому надо быть с этим очень осторожным. Особенно, например, с арахисом. На это фиксирую внимание. Дальше. Дети маленькие, до двух лет, очень высокий риск того, что они поперхнутся. Поперхнутся. Поэтому я все-таки предлагаю вам до трех лет не экспериментировать. После трех лет на здоровье. Но, опять-таки, он должен жевать, уметь это. Вот это очень важно. Я фиксирую внимание, что если ребенок вообще никогда в жизни не увидит орехов, его здоровье от этого не пострадает. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, режим в питании сколько кормить? Три раза в день? Пять раз в день? Или как попросит? Как попросит, это вообще здорово. Но женщина, как мы уже заметили, оказывается, тоже человек. Поэтому женщине, если у нее сначала она будет кормить папу, как попросит, потом ребенка, как попросит, потом сама, как время появится, то всю жизнь она проведет на кухне. А наша задача, чтобы женщина была человеком. Это главное. Поэтому, конечно же, если мы научим детеныша режиму, и он будет питаться тогда, когда его мама приготовила, это замечательно. То есть надо адаптировать интересы ребенка под интересы семьи. Это главное. В любом случае, самое-самое главное в питании детей это наличие аппетита. Голодный ребенок может без вреда для здоровья переварить очень вредную еду. Понятно? И самая полезная еда ребенку неголодному на пользу не пойдет. Поэтому я фиксирую внимание, что вообще во всей теме еды нельзя рассматривать только вас. Вот вас. Есть вы и ваша ответственность, да? И ребенок, у которого тоже есть своя ответственность. Давайте возьмем, например, детеныша первого года жизни, да? Что решаете вы? Вы даете ответ на один единственный вопрос. Чем? Чем кормить? А грудной ребенок решает, когда и сколько. Правда? Ну реально. Только вам тут тоже мозги нужны. Потому что вы же должны понять, когда он говорит пора, когда, да? Вы должны быть уверены, что он от вас требует именно еды. Почти сплошь и рядом женщина, когда доверяет ребенку решение этого вопроса, а потом кормит его 24 часа в сутки. А он может просто поговорить с вами хочет, да? Так вот. А вот когда мы вышли из периода млекопитания, вы стали решать намного больше. Вы решаете, когда, когда вам удобно и чем. Но вопрос, сколько, вы не должны решать никогда. Понимаете? Сколько решает сам ребенок. Но когда ребенок ест много, то у вас, у нормальной женщины, срабатывает инстинкт. Мой ребенок здоров. У него прекрасный аппетит. Поэтому когда он съедает много, вам хорошо. И вы пытаетесь свой инстинкт очень часто навязать ребенку. Причем я фиксирую внимание, я много раз об этом говорил. Это женский инстинкт. Мужчин, как правило, этого нет. Мужчине надо видеть, что он донес еду до дома, и она на столе есть. Понимаете, да? А вот видеть пустую тарелку, это не мужской инстинкт, это женский. Но я хочу, чтобы вот все меня услышали. Женщины, девочки, очень неправильно. Это одна из самых опасных ваших ошибок. Произносить фразы. Даешь. Вот фраза. Я перечисляю вам слова, которые являются родительским преступлением. Вот если сейчас в доме есть дети, надо их позвать к телевизорам. И папа позвать к телевизорам, чтобы это все услышали. Слова «даешь», «съешь еще кусочек», «съешь за маму», «за бабу», «за деду». Дальше. «Хорошие дети не оставляют таких тарелок». «Если ты доешь, я тебя возьму в зоопарк». Понятно? Вот все, что я сейчас сказал, это преступление. Так быть не должно. Вы должны поставить тарелку на стол и быть уверены в том, что ребенок может до этого стола дойти. Дошел, хочешь, молодец. Не хочешь, гуляй. Все. Все. Если он не хочет и плохо себя чувствует, вам нужен доктор. Если он не хочет, но плохо себя чувствуете вы, опять-таки вам нужен доктор. Понятно? Но если всем хорошо, не имеет никакого значения, сколько ребенок съел. Не хочет есть, пожалуйста, порадуйтесь, идите гулять. Вам не грозит ожирение. Слава Богу, вам повезло. Просто мы никак не можем смириться с тем или понять тот факт, что на земле от лишней еды в 21 веке умирает намного больше людей, чем от голода. Вот это вы должны понимать. Евгений Олегович, к вопросу «а сколько?» Вот вредная еда, она всегда как-то вкуснее. Можно этой вредной еды ребенку давать чуть-чуть? Мы же много раз говорили о том, что нельзя лишать человека удовольствия в этой жизни. Да, вредная еда. Только я не понимаю, что вы называете вредной едой. Смотрите, есть еда, например, кусок сахара рафинада, условно говоря. Его нельзя назвать вредным, если после этого куска вы бегаете, прыгаете и скачете. Есть еда, которая в определенном возрасте представляет опасность для здоровья. Опасность. Понимаете? Ну нельзя дать ребенку, у которого торчат два зуба, яблоко или морковку. То, что мы сплошь и рядом делаем. Понимаете? Нельзя. Потому что если бы в новостях каждый раз, когда ребенок отгрыз от яблока двумя зубами своими кусочек и поперхнулся, и каждый раз бы это показывали по телевизору, да, то мы бы этим не занимались. И мы бы говорили, что кусок яблока дитю 8 месяцев – это вредно, а яблочное пюре – это полезно. Понимаете? Так вот я на этом фиксирую мнение. Опять-таки, когда мы не уверены в качестве продукта, в их безопасности, когда мы даем ребенку грибы какие-нибудь, да, или какие-нибудь консервы, или какие-нибудь соленья, которые Бог знает где хранились, как-то мы рискуем его здоровьем. И это не просто вредная еда. Давать такую еду, пробовать такую еду – это преступление родительское. Это нельзя, понятно, да? Все остальное по чуть-чуть давать можно. Всегда я всем предлагаю использовать папу, папу в качестве грибного человека у того самого. Если вы сомневаетесь, хорошая это еда или плохая, дайте сначала папе. Папе. Потом дадите папе больше. И если много плохой еды папа съест без проблем, то вы ездите, что это еда хорошая. И попробовать детенышу кусочек можно. Но это когда надо делать? Тогда, когда у вас папа больше на другое не способен. Когда он не может просто принести в дом нормальную еду, которую можно есть, не рискуя ничем. Понимаете? Браво! Добрый день, доктор. Вот и папа. Мы слышали от наших юных экспертов, что манная каша – это полезно. Но, к сожалению, наш врач говорит, что это пустые калории. Можете объяснить почему? Не к сожалению, к счастью. Ваш врач, к счастью, говорит, что это пустые калории. Давайте определимся, что такое пустые калории. Это действительно такой сейчас очень популярный термин. Смотрите. Когда мы что-то едим, едим, то еда, конечно, является прежде всего источником энергии. Но еда должна обеспечивать функционирование организма. То есть еда должна содержать в себе определенные белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и так далее. Так вот, взрослые люди, особенно люди пожилые, у которых обмен веществ медленный, они больше нуждаются в энергии. А вот дети, у которых идет активный рост, нуждаются в всех этих белках, жирах, углеводах, микро- и макроэлементах, витаминах и так далее. Когда ребенок ест кусочек рафинада, это источник энергии. Но больше там нет ничего. То есть организм не может расти. Обмен в клетках не может происходить больше. Нет важнейших компонентов, необходимых для нормального обмена веществ. Манная каша содержит очищенную крупу. Очищенную, мы еще, возможно, поговорим об этом. И сахар. Все, фактически все. Поэтому действительно, манная каша не особо полезна, хотя источник энергии прекрасный. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, уже обсуждали тему, что если ребенок есть не хочет или есть мало, а если наоборот, ребенку полтора года, при этом шило в попе, но при этом ест она очень много, и когда видит пустую тарелку, у ребенка начинается истерика. Тема шило в попе меня очень понравилась. Теперь дальше. Когда речь идет о шиле в попе, надо уточнить размеры попы. Достаточно худенькая. Нет. Достаточно худенькая. Вот. У вас точно такая же ситуация. Замечательно. Посмотрите, пожалуйста. Вот этот ребенок, вот он перед нами, вот он, который, оказывается, вашу модель поведения повторяет. Он готов есть с утра до ночи. Заметьте, ребенок ест с утра до ночи, при этом у него нет лишнего веса, да? То есть у него интенсивный обмен веществ, и он ухитряется тратить все те калории, которые он потребляет. Значит, огромная нагрузка ложится на папу, который должен заработать на огромное количество еды, чтобы прокормить этого человека. Просто приходится постоянно останавливать бабушку, которая, когда ребенок плачет при пустой тарелке, она хочет еще и еще кормить. Стоит ли это делать или нет? Ну, на самом деле, получается, что из всех существующих на земле способов получения удовольствия, ваш ребенок сейчас выбрал именно еду, да? Конечно, бабушке намного легче покормить ребенка, чем погулять с ребенком, да? Поэтому давайте направлять бабушку в нужное русло. Я уверен, что ребенка можно заинтересовать, заиграть чем-то, что он забудет на время хотя бы о еде. Доктор, подскажите, вот хлеб, в частности, белый, он является полезной или не полезной едой? И насколько он вообще необходим в рационе? Вы знаете, когда мы производим вот эти 25% зерновые, на самом деле зерна, злаки, это одно из самых полезных, что вообще может быть на белом свете, потому что именно в оболочках злаков содержится огромное количество микроэлементов, вся таблица Менделеева, витамины и так далее, и так далее, и так далее. Но человечество додумалось до того, чтобы обрабатывать зерно, да, и делать из него муку, и муку очищать. И в конце концов выясняется, что все самое-самое полезное оказывается за бортом. Это вот те самые отруби, в которых находится огромное количество микроэлементов и так далее, и так далее. И всего этого нет. Поэтому сплошь и рядом мука – это источник энергии, но это те самые пустые калории. Поэтому диететики, специалисты по питанию всего мира настоятельно рекомендуют использовать продукты из неочищенных зерен, да, ну ту же овсянку, например, которая, как правило, неочищенная. Использовать грубый помол зерен. И сейчас у нас есть очень много хлеба, да, который именно включает в себя отруби. Чем меньше очистка зерна, тем это полезнее. Вот тут конкретная совершенно рекомендация. Доктор, а что вы скажете по поводу закусок и перекусов? Полезно это или нет? Ведь дети постоянно норовят что-то схватить с стола между основными объемами. Понятно. Ну, во-первых, я бы все-таки просил не разбрасывать еду по дому. Это очень важно, да? Понимаете, когда нам постоянно рассказывают о том, что ребенок норовит схватить тот там-там-там, такое впечатление, что вот он ходит по дому, и куда он вообще ни шаг не сделает, везде валяется еда, понимаете? То есть это мы дожили уже в 21 веке, это первое. Конечно, проблемы перекусов у детей не надо путать с проблемами перекусов у взрослых. Вот мужа я все-таки рекомендую кормить завтраком, обедом и ужином в правильных пропорциях, да? Ну, про папаную еду мы, наверное, отдельную передачу как-нибудь снимем, да? Для детей перекус не так страшен и вообще может быть не опасен и даже желателен. Если это не чистые калории, а, например, там те же орешки, да, курага, фрукт, яблоко съел, ничего в этом плохого нет. Опять-таки, детеныша потребности в еде другие, и обмен веществ намного интенсивнее. То есть позавтракал он уже через два часа вполне может быть голодный. Другой вопрос вот в чем. Это правило, мы уже о нем как-то говорили, я его хочу еще раз повторить, чтобы вы запомнили. Кормление в промежутках между кормлениями нежелательно при проблемах с аппетитом. Понятно? То есть если он съел вот это яблоко, а потом он отказывается обедать со всей семьей вместе, то что надо делать? Не давать ему это яблоко. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфикс. В общем, я хотел бы, чтобы вы понимали самое главное. Польза или вред какой-то конкретной еды на самом деле отсутствует. В большинстве случаев еда может быть и вредной, и полезной, но польза или вред еды зависит от нас с вами. От того, насколько вовремя эта еда будет подана, да, и как эта еда связана с образом жизни конкретного резервутора. То есть физическая активность, наличие аппетита, отсутствие экологических вредностей, это намного актуальнее, чем польза или вред конкретного продукта питания. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Продолжение следует...